Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня я начинаю прохождение DLC для Амнезии. Называется Амнезия G-Steam. Очень много вы это попросили, но я как можно очень долго откладывал этот момент, потому что я помню, какая жопа творилась в Амнезии, извините за выражение, но, по-моему, это самая страшная игра. И то, что я узнал по этому DLC, меня, честно говоря, не обрадовало. Это дополнение, хотя и довольно-таки короткое, то есть минут 40 оно идёт, но при этом крайне сложное, судя по отзывам игравших в неё. И, кроме того, тут нет вообще никакой функции сохранения, то есть её надо суметь пройти за один присест. И, короче говоря, давайте мы сразу с вами договоримся, что одна серия, одна жизнь. Я не уверен, что я пройду её с первого раза, серия прекратится ровно на том месте, где я погибну. В следующей серии мы опять начнём сначала, так что не думайте, что я буду вырезать, вы это будете переживать вместе со мной. Так что вот, давайте начинать. Я, конечно, не против пройти эту игру с первого раза, но что-то сомневаюсь я, что у меня это получится. Среди прочего вы видите, что игра на английском, потому что, к сожалению, то ли у меня в стиме что-то, но судя по комментариям моих знакомых, дополнение просто не поддерживает русский язык и не было переведено. Хотя я могу ошибаться, потому что, честно говоря, не гуглил. Но, короче говоря, у меня она в русском... Если я включаю русский язык, то у меня просто не появляются вот эти вот ярлыки меню, и игра тупо виснет. Так что вот, давайте начинать, с богом. Будем надеяться, мы пройдём её за одну серию. Но, честно говоря, не обещаю. Ой, начинается. Там кто-то ходит. Короче говоря, мы играем за девушку, судя по всему, я так понял. Я вообще ничего не знаю об этом DLC, если для кого-то это важно, то советую просто посмотреть в Википедии и не задалбывать меня тем, что, мол, ты не знаешь ничего об этой игре. Да, я о ней ничего не знаю, я просто откликнулся на ваши отзывы и решил её пробежать. Хотя, с другой стороны, сегодня, вот у нас какое сегодня, 17 октября, полдвенадцатого ночи, я в наушниках. Так что я этому не очень рад, честно говоря. Это что вообще такое? Так, ладно, мы очнулись в какой-то... В какой-то... Давайте маленько вспомним управление. В какой-то камере, в общем. Да, тут же у нас есть самочувствие, мозг. Так, ну, видимо, это покрутить надо. Шапароу тебя через камеры вперед. Есть несколько частей в этом исследовании, и это оба тебе. Не только для путь, но и для того, чтобы понять, какие элементы важны. Пожалуйста, идите. Переходите в следующий камер. Просто помните, они могут всегда сказать, что всегда есть способ. Испытание, которое она нам устроила. Судя по всему, эта женщина сама давно уже погибла. Хотя могу ошибаться. Но, короче говоря, нам нужно пройти испытание в нескольких комнатах. И, кроме того, она сказала, что здесь есть заточенные, и их можно либо убить, либо спасти. Так, мы взяли. А как там тебя их опировать-то? Масла-то, конечно, нет у нас. Можно их спасти. И, она сказала, всегда есть способ их спасти. Ну, ладно. Так, будем осторожны. Очень непривычно играть в амнезию, зная, что второго шанса у тебя, в принципе, и не будет. То есть, он будет, конечно, но ты будешь начинать с конца. Так, что где... Давайте, кстати говоря, прибавим маленькой яркости, потому что а то народ опять начнет потериться. Хотя совет-то у меня один. Просто покупайте хорошие мониторы, не сидите на всяком барахле. Нет, это слишком будет уже просто разрушить мне атмосферу. Вот так вот, я думаю, будет нормально и вам, и мне. Что за звуки? Ой, что-то уже неспокойно. С одной стороны, как я соскучился по этой игре, это, по-моему, самый страшный хоррор, но... Ну, с другой стороны, ваша мать. Вот я только прошел амнезию Пенумбру, и я считал ее страшной игрой во многом, но... Это совсем другой уровень. Только я запуская по новой Пенумбру, понимаешь? Тихо, тихо, тихо. Блин, а что я бегать не могу? Блин. Тихо, 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 тихо. Че-че-че-че? У меня сейчас крыша поет, опять тараканы по экрану начнут бегать. Я помню такие приколы. С психикой нездоровой. У Даниэля были. Так, тут тупик, и слава богу. Да шо ж такое, а? Ой, как неспокойно, бляха, моха. Я сегодня уставший, как собака, поэтому если опять кто-то будет говорить, что... У тебя голос усталый и вялый. Тихо. Это правда, у меня голос усталый и вялый, потому что в последнее время я очень сильно встаю на работе. И вот сегодня, допустим... Или кто там орет? Допустим, сегодня мне пришлось попахивать очень неплохо, поэтому... Если кому-то кажется, что я усталый, то... Да, я усталый. Так и есть. Сломанная лестница. Кусок сломанной лестницы. Но, видимо, все. Больше тут ничего нет. По крайней мере, тут довольно-таки... Светло. Кто-то где-то там стонет, и где-то я слышу звон цепей. Это плохо. Это все плохо. Я люблю быть в одиночестве в играх такого рода. Одиночество, знаете ли, не убивает. Так. Все вспомнил. Что-то вроде спокойно, да? Ой, 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 ой. Нет, 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 нет. Блин, я сказал спокойно. Там что, правда кто-то есть? Ой, бляха, муха. Нет, 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 нет. Только не заходи сюда, не надо. Ой, 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 ой. Он, по-моему, в дверь ушел, да? Блин, надо... Тихо, тихо, тихо. Да что такое? Че-че-че-че? С одной стороны, я бы, конечно, хотел почитать эти записки, но с другой они на английском. У меня, честно говоря, башка сегодня не очень работает, поэтому мне будет трудно их переводить. Аврил. Ле. Апрель, что ли? 1858 года. Поздравляем, инспектор Мэрот Сюритей Насианаль. Как вы уже знаете, шеф полиции в городе Калю, или как там, отверг мой запрос по преследованию Джастин Флорбелл, или по поискам Джастин... А, по преследованию Джастин Флорбелл за кражу моего сына. Даже после того, как их поиски начались. Короче, сын что-то испортился, забросил свою карьеру. Но закон в этом не видел преступления. Закон не видел преступления в действиях мадемуазель Джастин. Поэтому я прошу вас встретить доктора Виктора Форние позже, на этой неделе. Блин, я половину слов вообще не понимаю. Короче говоря, он психиатр. И он верит, что он может найти законный способ им кажется... Короче, видимо, разобраться с ней. Если он сможет поставить ей диагноз как истерички, то для тебя это будет достаточно короче, чтобы закрыть ее. Угу, что-то намечалось. Похоже, Джастин что-то тут мутил с ее сыном и мамаша. Напоминает мне мамашу, мои девушки. Такая же, надо сказать. Вредная баба. Мои бывшие девушки, конечно же. Ах, так. Вроде больше никто не ходит, да? Что за пьяно? Или фортепьяно? Что за бутылка? Скрипка. Нахер я. Эм... Так, ладно. Хватит на одном месте топтаться. Уууу, это что у нас? Вандалиум? Опиат? Или как там его на... Тихо. Как там его называли? Тихо, 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 тихо. Тут что, опять пилили кого-то, что ли? Да вы гоните. Нет, не может быть. Ой, я все боюсь, что оттуда кто-нибудь придет. Ой, как неспокойно. Не поддается. А что с тобой? Тихо, 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 тихо. Это то, что я думаю? И сейчас монстр придет, да? Ой, блин. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эээ... Может так? Пожалуйста, пожалуйста, будь ровным. Ты не должен делать это. А, эта штука его убивает. А, ну как тебя спасти-то? Надо замок как-то разломать? Хорошо, сейчас найдем способ. Да что ж такое? Библия. Зачем мне может пригодиться Библия? Даже не знаю, но, возможно, как-то можно применить. Ладно, не будем. Так, неуважительно к чужой религии. Положим ее, пусть себе лежит. Вообще, я считаю, что все эти религиозные нападки мусульман на христиан, христиан на мусульман... Да, заткнись. Я пытаюсь умные вещи сказать. Я считаю, что это такие глупости. И просто чье-то желание разделить людей по религиозному признаку. Простите меня. Ой, сейчас опять читать. Билет. Лукс. Джистин. Моя любовь. Я знаю, я не такой талантливый, как Мало или Мало. И не такой сильный, как Бейсил Басиль. Но зато я знаю, что моя любовь более искренняя. Разве мои шрамы-то не говорят тебе об этом? Я продолжу истязать себя так долго, как долго это будет приятно тебе. И я даже убью Базилия, если ты пожелаешь. Я знаю, что ты скажешь, что тебе нравится это. А. Я знаю, что ты скажешь, что тебе это нравится, но он делает тебе больно. Я обману его, чтобы он принял бромид. Бедная Джастин. Я помогу. Только попроси меня об этом. Аллуа. Блин, какие-то больные люди. Больные, больные люди. Так вот, в общем, никогда не ведитесь на все эти попытки вброса говна, что, мол, там мусульмане, там в Москве убивают христиан. Это не мусульмане, это бандиты и гопники, которых хватает в каждой религии. Как ты исчезла? У нас в Башкирии, допустим, отродясь христиане, мусульмане, какие там еще и стрелик. Всегда все жили в мире спокойствия. Так, блин, чем ты вы замок-то разломать? Меня тут уже понесло не в ту степень. Так что... Ой, тихо, 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 тихо. Так, есть что? Есть чем разломать, нет? Бедром явно я не смогу сломать. Но мне сказали, что можно его спасти. При любом раскладе. Тут тоже я... Вот, вот, подожди. Это что у нас такое? А, это... Ракетка для бадминтона. Ну, ну, я не думал. Я не видел Джастин. Ты запарил уже, честно говоря. Я не знаю, чем тебе можно помочь. Ой. Прости, чувак, я не видел другого выхода. Я все попробовал. Я просто не видел вообще предметов, которыми бы можно было... Что-то тут... Так, а что, замок все же не открылся, что ли? Да вы гоните, не может быть. Я что, зря это сделал? Ну, давай, ну. Твою мать. Я застрел в самом начале. Если я сейчас найду какую-нибудь, я не знаю, там стамеску, то... Это будет печально. Ну, ладно, я все равно думаю, что нас убьют, потому что... Мне говорили, что это сложная хрень, и... В следующий раз мы попытаемся его спасти. Только, пожалуйста, без спойлеров. Кто знает, как можно их спасти, пожалуйста, давайте обойдемся без подсказок. Может, смычком, че? Я не знаю. Хотя смычок никогда, по-моему, особой крепостью не отличался. Блин, че делать, а? Че делать? Нет? А, вот, смотри. Теперь открылась у нас сюда, значит, лестница. То есть, только после убийства она открылась. Но я все-таки думаю, что его как-то можно было спасти. Если кто хочет рассказать, как его можно было спасти, то вы делайте уже после того, как я пройду эту игру. Ладно. Будьте уважительны ко мне настолько же, насколько я уважительный к вам. Так, и че? Ага. Ага, понятно. Ой-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Я нихрена не вижу. Ох, бляха. Ох. Ой-ой. Ой, иди куда. Почему я не могу бежать? У меня же шифт-кнопка, набег. Ой-ой-ой. Ой, не надо, я не хочу оборачиваться. Направо. Только бы, только бы не тупик, только бы не тупик. Бляха-муха, давай-давай, вперед. Ой-ёй-ёй-ёй. Тупик. Тупик, тупик, тупик. Ой. Черт, нервы уже не к черту. Ой-ой. Давай, куда-нибудь. Да насрать, хоть куда. Давай, 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 давай. Ой, да насрать, насрать. Насрать. Так, я надеюсь, ты не придешь сюда. Давай. А здесь нет цилиндров фонографа. У меня, по-моему, нет цилиндров никакого. Это фонограф называется, что ли? Я думал, патефон называется. Ну, отлично. Опять до хрена разбилка. Туда ведут кровавые следы, так что я туда, очевидно, не хочу. Блин, ну, пожалуйста, ну давай сохранить себя как-нибудь там F5. Оттуда я начинал, по-моему, да? Библиотека. Отлично. Да, надо сказать. Фирменная атмосфера. Амнезии тут присутствует. Ты кто такой? Я надеюсь, ты не оживешь. Он навстречу тебя. Отлично. Короче, в этом испытании у нас будет возможность выбора. Помочь человеку или благословить его. Я не совсем понял, что Джастина имела в виду. Ну, видимо, опять придется выбирать, жить человеку или умереть. ой на кой хрен я на это подписался что слайд 2 силуэт мужчины у трудницы пожалуй я просто приоткрою дверь потому что мне не охота две трудницы тратить на какую-то комнату непонятную тут поджигать слишком мало так больше трудниц нигде нет ладно у пола нахер базу еще ваза нахер так ладно выходим за комната там похоже блин какие-то вы ребята жидковатые тут в этой комнате даже спрятаться то некуда ну-ка я туда могу запрыгнуть если что рефлексы то есть еще остались из музея ой только не говоришь я застряла так что у нас здесь по часовой стрелке как обычно все проверяем ладно простите меня что-то тянет на вандализм сегодня еще слайд что что на этом слайде тоже силуэт мужчины еще трудницы отлично еще трудится хорошо результаты тесты проходят хорошо самый продолжительный и самый многообещающий это светлая комната или светлая коробка или коробка света короче джастин что-то у нее с головой видимо не то она видит какие-то вещи на слайдах которые я не предвидел ее невероятное воображение превращает характеров я честно говорю у меня голова не работает так что знающий английский сами все поймут не знающие останутся в невидении как и я я бы смог это все перевести но это займет время зачем тратить ваше время на это короче говоря джастин что-то было не так она сама каким-то опытным образцом похоже было понял сюда не хочу пока еще не хочу в ту комнату где посередине стоит стул это явно какая-то ой блин явно какая-то замануха так что у нас здесь как это библиотека похоже еще слайд но я так понял вы стою на записи что слайдов 4 поэтому значит нам еще один осталось найти и все что ли кроме слайда тут больше ничего нет ну ладно а третийцы хорошо возможно по картинам стоит пошерстить так это не шевелится потому что помню в самой собственно мази такой прикол был здесь вы кидаться на меня не будете ой ладно пойдемте сюда мужик и женщина это видимо есть джастин какое-то у нее такое слегка садистское лицо недобрые глаза или может вот это джастин или может это наша героиня потому что лицо у нее довольно таки милое но опять таки не сказать что особо красивое четвертый слайд так все слайды на месте братья и писю видать так ну журнал душ джастин восемь лет сегодня я играла снаружи с кларис мы видели птицу о пик ты с нейл блин че то у меня вообще я так хорошо знаю английский ни хрена не могу перевести ну короче говоря джастин похоже была совсем непростой не так так ю ну он говорит что я сгорю за это или вы сгорите за это больное безумное дитя горит я думаю это убить его будет и судя по всему вот это вот он в тут на парень молится это вы в понятно я пока не хочу его убивать потому что одного мы уже честно говоря убили и то плохо давайте посмотрим тихо это чё было так давайте в темпе все делать там за этой дверью определенно кто то есть опять начинаю материться проектор ну-ка так по временем туда что-нибудь вставлять я надеюсь ты сухо не выберешься оттуда кто бы ты там не был что давайте слайды вставлять по порядку что вот второй первый оскар